Здравствуйте, дорогие подписчики Ржеволосая Мадам! Привет, привет! Нашим вам с кисточкой, нашим вам с кисточкой и вашим именам, чтобы мы все были здоровы. Слушай, давай немножечко поговорим о наших молдавских делах, грешных похолякаем. Давай. Кому же не нам? Кому, если не нам? Последний раз мы с тобой когда говорили, ты помнишь, говорила Стояногла, мы с тобой обсуждали единого кандидата от оппозиции. Вот после того, как действительно его уговорили и он вышел, вот что ты сейчас мне скажешь по поводу вот этого единого кандидата? Какие у него шансы и вообще что? Вот правильно они сделали или неправильно? Шансы очень высокие. Шансы реально очень высокие. Потому что если с учетом того, что смотри, сейчас Тарлева не допустили. К сбору подписей даже не допустили. То есть значит он его не допустит. Получается, я не могу точно еще сказать, я не видела еще весь список, кто будет кандидатом. Тарлева не допустили. Не допустили эту женщину из России. Забыла, как ее зовут. Но, короче, ее тоже не допустили. Потом не допустили Болю, Василия Болю. Не допустили от Блока Победы. Тоже не допустили. Поэтому из тех, кто мог претендовать на что-то. По поводу Усатого, по-моему, у него тоже что-то, тоже у него какие-то проблемы. У него тоже что-то с ним не то. И поэтому получается, что сейчас... С ним не то с рождения. С ним не то давно уже. Поэтому получается, что сейчас вот Стейн Огла действительно... Ой, господи. Ну, он да. Мне он... Я вижу, что он как бы остался... Блин, я только не вижу его предвыбор... Я вообще не вижу, где он. Где его смотреть? Где его слушать? Мне этот Ютуб заколебал вот этого предлагать, как его, блин. Ну, ты знаешь, кого Ютуб постоянно пихает в рекламу у нас в Молдове. Этот, блин. Платона? Нет, который сидел, а потом его выпустили. Бывший прокурорчик, как его, господи, боже мой. Так, бывший прокурор это Стейн Огла. Нет, там, короче, ну, неважно. Я не вижу, где... Вячеслав Платон, Наташа Мораль, что ли? Не-не-не-не-не-не. Мне постоянно их предложили. Я сам... Ну, короче, черстный. Слушай, а где его посмотреть вообще? Я даже его не вижу. Смотри, есть активность. Активность его сейчас в Телеграме, есть канал Стейн Огла, в этом... на Фейсбуке есть канал, в Телеграме есть канал, в ТикТоке есть канал, в ВКонтакте есть канал. То есть везде стоя ногло пиши и в принципе найдешь. Потому что сейчас ему, мне скинули по крайней мере, если хочешь, могу тебе потом скинуть эти все его ссылки. Хорошо? Я тебе скину, потому что так как я в инициативной группе по сбору подписей, я правда не собираю их, но я состою там. И получается, что нам скинули все вот эти вот все ссылки, чтобы типа подпишитесь. Понятно. Это когда его выдвигали, мы фотографировались. Короче, тут тоже. Майка, фрумос, фрумос. Фрумосные, мы фрумосные там, да. Фрумосные это типа красивые. Оно, это имеется в виду, что есть его ссылки, мне скинули его ссылки, что типа подпишитесь на все каналы, на все площадки нашего кандидата. Поэтому я тебе скину. Я тебе о другом говорю. Его площадки, это понятно. Я имею в виду новостные наши ленты, которые вот, да, молдава не читают. Не найдешь. Его нигде нет. Не найдешь. Не будет. Даже оппозиционные новостные ленты, которые евроскептически настроенные, да, я его не вижу. Почему? Вот это я не понимаю. Почему? Понимаешь? Или мы, как говорится, объединяемся, или Майя опять идет пить кровь дальше. Я слушаю тоже Сережу Бонаря. Так же самое, как все. Я его, кстати, уже не слушаю, честно. Я еще слушаю. Я знаю его позицию, она не меняется, поэтому... Я еще слушаю. Вот он утверждает, что Майя все равно выиграет. Я не уверена. Вот в этом я с ним не согласна. Я не уверена. Я, конечно, понимаю, что он знает чуть больше, чем я. Может быть. И во многом. Мы сейчас не говорим о Сереже Бонаре и о... Но я не о нем. Я о наших выборах. Я сейчас про другое. Я выборах. Если оппозиция реально хочет чего-то, как говорится, объединение и хотят выиграть, вот те, да, евроскептическая оппозиция, ну, в конце концов, мне кажется, эти площадки надо заказывать, надо проплачивать. Надо идти, с какой-то, блин, с набористостью. Ну, осталось всего ничего, ёпта, никто не стоит. Я понимаю. Предвыборная кампания начинается 25-го, по-моему, или этого сентября. Она не сейчас начинается. Она начинается позже. Но все равно сейчас уже люди формируют какую-то, понимаешь, какую-то позицию. Я согласна. Я согласна. Я согласна. Я много тоже об этом говорю и говорила. И сейчас у меня много каких-то своих вот обид и своих каких-то недопониманий, почему так всё происходит. Потому что... Сергей Бонарь прав в некоторых вопросах. Потому что... Я с ним согласна. Вот в этом я с ним согласна. Почему? Потому что получается, что люди вместо того, чтобы договариваться, они каждый тянет на себя отделы. И получается... Они делают, чтобы разорвать электорат. И что? И как? Вот, блядь. И как не сказать Серёжу, что Сергей Бонарь прав? Как бы я не хотела, но я говорю. Да, да. Папуаса или как он называет нас? Да, как хочешь. Как хочешь, так и называет, да? И он прав. В этом он прав. Потому что действительно... Но оппозиция... Оппозиция... А народ должен просто думать. Здесь я соглашусь с тем, что если сейчас Майя Санду не выиграет с первого тура... Ну, это не Серёжа говорю. Серёжа сказал, что она выиграет по-любому. А я считаю так, что если она не выиграет с первого тура, то мы ждём войну. Да. Она не допустит второй тур. Потому что во втором туре она проиграет. Ой, да посмотрим. Ладно, Господи. У меня полное ощущение, что у них уже силы в средственную войну всё меньше и меньше. И с открытием вот именно курского направления наше направление Да я не от них жду. Тань, я не от них жду. От наших? Ну да. Румыны придут. Румыны ничего не будут делать без... Румыны не будут делать, но это самое, но провокацию могут устроить чисто для того, чтобы не было выборов. Это не будет война, именно война. А, ты имеешь внутренний какой-то Майдан очередной? Они что-то устроят типа такого там двух-трёхдневную войнушку какое-то и чрезвычайное положение объявят и всё. Ну это они могут, конечно. Ну а внутри, но это уже... Ну посмотрим. Я не снять игру. Я пока ничего не могу сказать. Ой, ладно, сидим молимся. Но всё равно я пойду за стойногу голосовать, хоть я его и готова там критиковать. Я тоже готова критиковать, но я тоже буду голосовать за стойногу. Я не призываю рвать бюллетени, я не призываю как бы не ходить на выборы, я призываю идти и из двух зол выбирать меньше. Нет, стойногу, будь здоров, стойногу это не ставленник Сороса, это однозначно. Стойногу это не ставленник Сороса. Но некоторые его высказывания, может быть, это просто неграмотный, может быть, он ещё, он не политик. Это настолько скромный человек, я закончил этот самый, я подхожу, говорю, можно с вами сфотографироваться? Можно. Такое прямо это самое, ну прямо, ну вот такое вот, знаешь, все-таки это человек, во-первых, это человек-прокурор, там не мог, там нету скромных людей, начнём с этого. имейте в виду, это не публичный человек, это не тот, что вот, да, вот это вот, то есть в нём нету пафоса, в нём пафоса нету. Но это, во-первых, как бы, и что я могу сказать, просто и ногу у него есть яйца? Да, вот это вот да, да. Он немножко, он немножко где-то вот ещё, он, ещё раз говорю, он не, он не был в политике, он не публичный человек, в нём нету пафоса, но у него есть яйца, правильно сказала, и у него есть стержень, который есть. И я думаю, что да, может быть, он где-то неправильно что-то может сказал, ну, не зная ещё, как говорить, что можно говорить на публику, а что нельзя говорить. Я могу сказать в морду пиарщикам, ну, те, кто и должен ему писать, кто должен его готовить, вот, потому что, ну, не может человек, как бы, выходить на публику, не подготовлен к каким-то пиар-отделам. Значит, этого пиар-отдела нет, значит, забили на это, на всё, понимаешь, и, значит, похер, никому это не надо, я же тебе говорю, его нет нигде, его нет нигде на наших информационных площадках, которые читают молдаване, я его не вижу, я даже не знаю, как он выглядит, то есть, я знаю, но я, ну, он у меня не перед глазами, понимаешь, да, я могу его не узнать, просто тупо не узнать, я фамилию быстрее запомнила, чем его лицо, его нет нигде, поэтому, что, я вот даже сейчас, почему это написано. А что у нас есть вообще, в принципе? ну, есть телеграм-каналы какие-то новостные, много, я вижу там большое количество подписчиков, именно молдаван, да, то есть, как-то, ну, надо выходить куда-то именно в люди, да, понятно, на телек его не пустят, да, ну, блин, на телек его не пустят сейчас, и есть. выходи ты в интернет, выходи ты, сейчас уже, сейчас можно проплатить рекламу, в том же Ютубе, понимаешь, где смотрят, сейчас могут, можно как-то, ну, шевелись, я понимаю, что это паузырь. В Ютубе сейчас ему создали канал, Кишинев Инфо, он там точно есть, канал Кишинев Инфо, он там точно есть. Я, кстати, почему тебя об этом спрашивают, потому что я хотя бы на своем канале, у меня тоже, я вижу процент Молдаван, который меня смотрит, чтобы хотя бы проговорить, чтобы, да, понимаешь, ну, да, смотрите, получается Кишинев Инфо, там он есть, Богдан Цирли, канал в Ютубе, и канал в Телеграме, он там тоже есть. Богдан не попадается, да, Богдан Цирли, то есть это канал, это как бы политолог от партии социалистов. Кто еще у нас тут есть, те, которые вот каналы наши. Сейчас посмотрю. Нет, здесь у меня уже другие. Но надо посмотреть, а Стояногла, Стояногла есть в этом. Сейчас я прочитаю тебе. Как-то, понимаешь, вот этому его пиар-отделу надо как-то постараться сделать из него, блин, лицо оппозиции. Ну, я не знаю, ну, пошевелиться немножко, ну, блин, ну, я пока этого не чувствую, да, живя в Молдове, общаясь с людьми. Я с тобой полностью согласна. Сейчас, секунду, осмотрим. А времени все мало, меньше и меньше, как бы на это сидел. Так, что-то это самое у нас тут не написали сейчас. фейсбук точно есть. В фейсбуке, кстати, Молдова много, да, мы там сидим. В фейсбуке много, в тиктоке много. Кстати говоря, в тиктоке сейчас много появилось стримов молдавских, где топят, где топят за Стояногла. Я вижу. То есть, это я вижу. Где вот именно, и молодцы, молодцы, что как бы, сейчас я ищу, где этот список каналов, которые мне скинули. Ты же мне скинули, чтобы подписаться на все. Короче, ты мне в личку скинешь, я прикреплю. Да. Чтобы мы сейчас не отвлекались, да, на это дело, ты сама. Ладно, спасибо тебе большое. Смотри, я не знаю, не знаю, видишь, видишь, не видишь. Сейчас. Мне, мне, честно, сразу говорю, мне не заказывали никакую рекламу, никакого Стоянобла. Я от чистого сердца. Нет, есть, есть у него уже сейчас 1700 подписчиков. Где? У Стоянобла. Вот его канал в этом, в Телеграме. Скинешь мне, вот я хотя бы у себя его размещу. Да, вот его канал, видишь, это самое. То есть, получается, что вот так вот он выглядит. Слушай, лидер оппозиции, 1700 подписчиков. Я, просто баба, да, это самое, 6-100. Ну, иди в твою колебу коромысла, а. Он только, он только читает 21-го числа, только вот создался канал. А раньше он чем занимался? Тань, ну чё это, чё ты мне высказываешь это? не тебе. Почему мне? Почему мне? Я согласна, я согласна, что это как-то вот надо. кто так же думает, как мы? Ну, Тань, здесь вот другое, другое надо сказать, что я хотела, хорошо, что мы встретились. Мы сейчас президент президентом, не забываем о том, что у нас парламентская республика, не президентская. От президента мало что зависит. Майя Санду, президент, который, который надо отдать должное, она сумела консолидировать вокруг себя всю полноту власти. Она смогла создать свой и президентский аппарат, и парламент под себя взять, конституционный суд, СИП у нее по конституции, и все, короче, все ветви власти она собрала у себя. Поэтому она и оказалась, нравится нам это или не нравится, но сильным президентом. Да, она не пользуется. У нас мало, какие президенты так вот именно подгребают. То есть мы можем, мы ее можем ненавидеть, мы ее можем как угодно обсуждать, она не пользуется уважением у народа, но власть, она сумела себе под себя. была очень хорошая, у нее, скажем так, ну, блин. Короче, ее раскруткой занимались серьезные люди, то есть не наши, видно. Ее пропихнули во все, как говорится, дыры, понимаешь? Когда Майя Санда ушла на выборы, я даже, если не хотела ее видеть, я включала чайник, и я видела там Майя Санда. Я ее видела, да. И вот, а я Стоянобла не вижу. Да, и я к чему сейчас это говорю? Я говорю к другому, еще чуть-чуть, нет, вы не выключаете запись. Это самое, к чему я сейчас это говорю, что вы сейчас акцентировать внимание надо не столько на президентских выборах, потому что кто выиграет, кто проиграет, это одно. У нас, напоминаю, парламентская республика. Более важными будут следующие выборы, которые у нас будут в следующем году парламентские. Но сейчас, секунду, но сейчас у нас очень важно именно референдум, потому что если сейчас люди не поймут, бюллетени будут только на румынском языке, в этом году не будет бюллетени на русском языке, поэтому до всех... Надо быть дебилом, чтобы не прочитать на латинице Стояногла. Я даже напишу, как это пишется. Суть не в этом. Таня, суть не в этом. Звучит вопрос на референдуме, согласны ли вы на изменение Конституции с целью будущего вступления Молдовы в ЕС? Некоторые прочитают только слово ЕС, больше ничего не увидят и будут голосовать да, потому что они подумают, что они голосуют за Евросоюз, а не за то, что изменение Конституции. Изменение Конституции может быть любое, вплоть до того, что внеблоковый статус уберут, нейтральность уберут, могут поменять Конституцию, вплоть до того, что у нас будет уже не парламентская республика, а президентская республика, если Майя Санду выиграет сейчас, она может поменять благодаря референдуму, если референдум состоится, она сможет поменять Конституцию и сделать президентскую республику, и тогда пиши пропало, мы вообще тогда уже можно не надеяться даже на парламентские выборы, вот тогда мы можем уже не надеяться на парламентские выборы, если у нас пройдет референдум, вот Майя если выиграет, это плохо, это очень плохо, но это не самое страшное, а вот если пройдет референдум, вот тогда пиши пропало, вот тогда, вот это вот надо доносить до людей, что у Гагаузии могут отобрать автономию, могут сделать президентскую республику, могут отменить внеблоковый и нейтральный статус, и могут выйти из СНГ и все остальное, то есть могут все, что угодно сделать с Конституцией, поэтому вот это надо всем говорить о том, что самое важное референдум, и не так, как кто-то говорил, вы просто-напросто испортите бюллетень, бюллетень испортить, это ерунда, именно надо голосовать против, бюллетень надо брать из-за того, что явку они снизили, поэтому не ходить, не брать бюллетень, бойкотировать, это тупость, то, что говорит Дадон, что вот не надо, давайте будем бойкотировать референдум, это тупость, извините, Игорь Николаевич, но это тупость, а надо брать бюллетень и надо голосовать против, потому что если не брать, то значит мы ей подыгрываем, да, я тоже согласна, за то, что надо голосовать против. Ладно, это понятно, это люди умные сами разберутся, так, стоя долго, удача. Если бы разобрались, многие не прочитают, потому что будет на румынском языке. не настолько там все плохо, чтобы так прочитать уже вот это вот. Не, ну, настолько прочитать длинную строчку и понять. и на румынском звучат одинаково, а на молдавском вообще тем более. Ладно, ребят, спасибо тебе большое, я свою лепту, как говорится, в продвижение Стояногла внесла, будет должен, так ему и передать. Я вообще бесплатно. Меня даже не просит никто, я его критикую лишний раз. Я вообще, у меня очень много вопросов вообще ко всем нашим политикам, но когда я понимаю, что есть выбор между... На кону судьба страны, то все вопросы отпадают. Я согласна с этим. Тем более, что, знаешь, когда выбирали, допустим, Украина выбирала между тем плохо, которое было, и тем плохо, которое непонятно что, тут мы выбираем, зная что. То есть, они уже социалисты, вот эти вот все оппозиционеры, наши практически все были у власти, да, это все-таки уже, как говорится, то, что мы знаем, да, за что мы голосуем, мы знаем, за кого мы голосуем. Да, они тоже двуличные, ну, а с другой стороны, понимаешь, когда Дадон был президентом, тоже он там, его обвиняют, что он там был одной жопой на два стула, что там по посольствам бегал. Слушай, после истории с ФИЦом я его понимаю. Слушай, если так разобраться, Лукашенко тоже на двух стулях пытался усидеть, и все пытаются усидеть на двух стулях, потому что каждый, это самое. Ну, согласись, после истории с ФИЦом, ну, блин, ну, нет выбора у этих людей, понимаешь, приходящих. Они же прекрасно понимают, что не сегодня, если он там не сделает, там реально угроза жизни. Жизнь, не... Ну, так, а если так разобраться, то до Дадона, как только его убрали с поста президента, на него уголовные дела возбудили, на его брата уголовные дела возбудили, на его жену уголовные дела возбудили, на его врача уголовные дела возбудили, на его маму уголовные дела возбудили, на его бухгалтера возбудили, то есть на всех, кто вокруг него, все с уголовными делами. Я как-то, когда работала массажисткой, да, я была в одном шаге от Воронина, ну, тогда еще раньше, то есть были у меня клиенты, которые, ну, возглавляли даже по партию, да, не буду называть, то есть вот еще шаг, я буквально вот до президента дотягиваюсь, а потом думаю, Никита, твою мать, нафиг мне это надо. Давай мы на этом тормозе снялись. Ну да, 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 да. У меня, у меня мой бывший свекор, как возбудят уголовные дела. Да, мой бывший свекор, он делал мебель в кабинете Воронина, и не только в кабинете, но и дома. И не знаю, как говорится. Ладно, это я шучу. Всем удачи, ребят, спасибо большое, тебе спасибо за то, что я у себя на канале. Давай. Да, все, удачи и нашим тоже удачи. Спасибо. Давай, пока-пока. Победим, куда денемся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok